А перед просмотром ролика вы можете зайти и подписаться на канал Setwap. Этот канал совсем новый, он только начинает набирать обороты. На нём вы сможете найти Outlast и многие другие хорроры. Заходите и не пожалеете, ссылка в описании. Ребята, приветик всем, с вами Дэмси, и сегодня мы вновь поностальгируем и поиграем в самую первую версию Outlast. Это не демо, это уже после демо-версии самая первая. Давайте мы приступим. Будем играть минут 15, наверное дойдём до локации номер 2, на этом закончим. Так, ну это в принципе стандартно, тут ничего не меняли, но я не понимаю почему у меня было в стиме 60 фпс вот здесь, а теперь у меня 30. Ну у меня здесь фпс показывается, вы его не видите. Но всё равно, здесь было 60, теперь 30. Видимо тут что-то с оптимизацией, или это пиратка просто такая. Я не знаю. Ну, в общем, это вряд ли будет 60 фпс, это будет 30 фпс, к сожалению. О, да, надо субтитры врубить, точно, 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 субтитры. В принципе, да, тут ничего не меняется. Меняется немножко другое, там катсцены некоторые меняются. Ну в смысле, там нужно будет отбиваться от врагов, чтобы они вас не ударили. Ну вот, например, один чел там в коляске, его нужно будет откинуть. Причём откинуть можно будет с немножко другой анимацией. Ну, наверное, проходить я не буду полностью, а если вы хотите, то, пожалуй, напишите в комментариях, я пройду на втором канале. Ссылочка на второй канал будет в описании. Ну, там выходят разные видео, вроде как Counter-Strike или ещё чего-то, там Far Cry был первый. Короче, рекомендую заценить канал, я захожу туда, в принципе, частенько скидываю видео. Так, а мы тем временем приехали, но я не вижу прицела посередине, нужно тоже его поставить. Что же такое? Ммм, это не то, не то. Перекрестить, должно быть такое. Ну что, тут такого нету, что ли? Эм, ну, видимо... А, вот, есть он, а почему у меня его нет? И думаю, 60 фпс, ну, кому это надо, в принципе, тут нету 60 у меня почему-то. На лицензии в стиме есть, здесь нет. Это первая версия, и, видимо, она плохо оптимизированная. И, кстати, я забыл, где я её скачал, потому что она у меня была ещё долго-долго, давным-давно ещё. Скачал её. Так что, я не смогу дать ссылку, я не знаю, откуда я качал. Это было давным-давно. Да, проблемы с оптимизацией большие. Я-то думаю, почему на пиратке у меня лагало в своё время. Ну, вот тут 30 фпс, 30-40 фпс. Тут особо вообще... Никогда не будет, наверное, 60. Мне размытие не надо, но оно здесь есть. Ну, ладно, чёрт с ним. Залезем законно. Чувствительность реально большая. Или это я в системе подкрутил? Ну, реально как-то чересчур круто. Или она так сделана здесь? Давайте уберём лучше. Это не то? Стоп. Чё, её вырубить нельзя, что ли? Ну, вот вам первая проблема. Проблемы здесь нету в графике, нельзя выбрать. Но здесь нет размытия в движении. То есть оно есть, и убрать его нельзя. Прекрасно. Вот первая проблема. Так, это нормально. Это тоже нормально всё. Только двери не подсвечивались с самого начала. С камерой тоже всё нормально. Да, двери вообще вот с этой стороны, они что-то не подсвечиваются, пока мы их не откроем. Или подожди. Да, они подсвечиваются только тогда, когда мы уже с ними взаимодействуем. А размытие убрать невозможно. Слушайте, это... Фигово. Тысячу раз. Так, закрыть дверь. Хотя, с другой стороны, зачем её закрывать? Видите, в ранних версиях здесь была батарейка. Потому что в новых версиях я её не вижу, я не знаю. Я сейчас вот после этой записи зайду на лицензию, проверю. По-моему, там нету батарейки. Как так? Кстати, там дверь закрывается вообще? Да, она закрывается. То есть они ещё всё продумали тогда. Но это же первая версия, ребят. Ну да, демо ниоткуда не получишь уже, но... Ну, такие дела. Кого это напугает уже? Я хочу вторую часть. Почему разработчики мне не дают демо-версию? Загуглить это хорошо. Крис? Ты не изменился, да? Жаль. Крис такой же и остался. Да, тут FPS проседает кошмарно просто. И, кстати, проверю, там батарейки в обеих местах лежат или как. Уж больно интересно, наболевший такой вопрос, потому что я не могу понять. То она спавнится в той комнате с охранником, то она спавнится в туалете. Я не могу понять, почему. От чего это зависит вообще, в принципе. Я проходил оригинал на русской озвучке. Я хочу whistleblower на русской озвучке. Но, видимо... Ну, я не знаю, что им мешает. Они сказали, что будет. А вот когда будет, это уже... Второй вопрос. Так, тут есть батарейка. А там есть батарейка с этим охранником? То ли они решили уменьшить количество батарейок в игре в итоге, то ли что. Вот здесь нету батарейки. Ну как так-то? Что-то у меня подлагивает, не могу понять из-за чего. Проклятие. Ну, размытие, оно неудобное вообще. При том, что я на лицензии, ну, в оригинале, играю с размытием. Это мне удобно. Батарейки... Стоп. Здесь батарейки нету? Почему я играю на английском? Ну, наверное, потому что я привык уже, и тут ничего такого сверхъестественного нету. Понять всё можно. Тут, кстати, батарейка лежит. Лежит. Тут её не убирали. Отлично. Я вот думаю, ребят, стоит ли мне делать видео ностальгии такой вот. Ну, такого плана на разные хорроры, например. Или на другие игры, например, Need for Speed Underground 2. Все должны его знать, просто я в Underground 2 не играл. Вот смотрите, вот в этой сцене мы должны отбиваться. На, козёл, получи! Чёрт! Нет. Где же батарейка-то? Ладно, чёрт с ней. Но я никогда не играл на первой версии. У меня была уже версия, где не было всех этих анимаций, где мы отбиваемся. По-моему, даже немножко другой звук клавиатуры. Ну, или я уже давно не играл. Просто мне показалось, что это другой звук клавиатуры. Чересчур жёсткая. Стоп, он нас видел только что. Наказал. Вот только бегаем, мы всё равно быстрее. И, кстати, по-моему, когда... Да, у нас дополнительные эффекты появляются, когда нас ранили. Какие-то... Или мне так кажется, я не знаю. Крис, серьёзно? Ты тут бегать не можешь? Ай! Что такое? Тяжело тебе? Он там и дальше будет стоять? Стоп, он исчез! Мне это нравится. Он только что стоял вот здесь. Просто исчез. Когда в новых версиях, он именно уходит. Он не исчезает. Я это проверял. Привет. О, давайте батарейку возьмём. Он умный? Да, он умный, но тупой. Он что-то как-то... Короче, сиди здесь, чувак. Не вижу смысла. Так, стоп, он нас до сих пор преследует? Он до сих пор нас видел! Это как? Как мы палились? А главное, чем? Ну, размытие реально жутко неудобное. Я не знаю. Может быть, я уже просто давно в Outlast не играл. Но я не помню, чтобы было такое размытие. Привет. Ты куда пошёл? Назад. Молодец. Получается, это у меня клиент запуска 32-битной игры Outlast. А на них, как мы знаем, вылетает здесь. Давайте остановлю запись и проверим, как раз вылетит оно или нет. Проверяем? Работает. Работает. Всё-таки повезло, работает. А, ну да, тут в тюремном блоке тоже нужно будет драться с кем-то. Именно драться. Нам... Мы, получается, сами убьём пациента. Если вы помните. Я попытаюсь дойти до этого момента и просто... Показать вам его. Может, вы его помните, может быть, нет. Но, наверное, я поставлю здесь паузу. После того, как встретимся с нашими близнецами. Но у меня здесь 30 фпс. 30! 30 долбаных фпс. И 40. Обычно у меня на лицензии было от 50. Этот ничего не делает. Он обычно руками размахивал. Кстати, да, он в лицензии... Стоп. Это было то же самое? Да-да. Лол. Привет. Короче, я ставлю паузу. Мы с вами идём к этому месту. Показываю его и завершаем серию. Здравствуйте. Что ещё хочется отметить? Здесь, получается, не работает чит. Тот, который у меня обычно работает на лицензии. То ли чит обновляют, то ли версия довольно-таки очень старая. Смотрите. Клятый линейк. Отвенки. Телепорт не работает вообще нигде. Что бы я ни делал, он не работает. Короче, чуваки, я тут тпшну у Криса как-то неудачно. Я не знаю, каким образом он сюда попал, но... Я попытался сократить путь. Вот, я его сократил. И Крис, короче, я не знаю как. Я не могу посмотреть, как он там застрял. Потому что нету... Ну, я вижу его ботинки, правда, и ноги. Это довольно весело. Я думаю, что он здесь делает? Такой прям звук странный от него. Короче, я не знаю, что это такое, но... Вот это ноги Криса, ребят. Молитесь, это ноги Криса. Мы такого с вами еще не видели. Вот здесь у нас... Тот скример, который мы можем убить. Ну, в смысле, чувака вот этого мы можем убить. Этот чувак его не убивает. Он убивает его в лицензии, в самой новой версии. А вот здесь... Мы должны сами его, вот видите. Пошел в зад. Вот и все. Убили мы чувака. Майлз Абшир убийца. Видимо, это решили... Все же убрать. Ну, так или иначе, я это показал. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Это ностальгическое... То ли прохождение, то ли что. Ну, в общем, не важно. Всем спасибо за просмотр, ребят. Пишите, что вы еще хотите видеть в рубрике ностальгия. А я с вами прощаюсь. С вами был Дэмси. И первая версия официального Outlast. Всем пока.